Друзья, это Ньюсейдер, я Александр Кушинарь. У нас сегодня 23 августа. Сегодня утром сеть порадовала видео с уничтожением чего-то, чего вначале непонятно было, что это вообще такое. Но впоследствии Главное управление разведки Украины рассказало, что именно случилось. Оказывается, один из украинских снарядов, пока не ясно каковой природы, уничтожил систему ПВО С-400, а конкретно ракетную, то есть пусковую установку, вместе с самой установкой, ракетами и личным составом, который находился вот в этот момент, в момент удара рядом с этой установкой. На ваших экранах это как раз вот это феерическое видео. Ну и еще более интересен тот факт, что этот взрыв, вот этот удар, эта атака, вот эта удивительная операция произошла именно в аннексированном Крыму. А именно это произошло на западе Крыма, рядом с мысом Тарханкут. Очевидно, что С-400, который там находился, по крайней мере вот эта установка, признана была прикрывать как минимум Черноморский район от украинской авиации. И вот теперь минус одна установка у оккупантов. Что ж, давайте посмотрим, что это означает. Ну, во-первых, это показывает, что на самом деле, в общем, нельзя недооценивать способности украинской разведки выявлять очень важное для России оборудование даже в глубоких ее тылах, в данном случае на территории оккупированного Крыма. Мы понимаем, что С-400 это штучный товар, и стоимость вот такого комплекса составляет примерно 1 миллиард и 200 миллионов долларов. Естественно, что подобные установки, подобные комплексы, это охраняемые системы. И по идее, их не то, что невозможно было бы уничтожить по логике России, но их даже и выявить-то было бы трудно, поскольку, понятное дело, что Россия прячет подобное оборудование. Это, напротив, вот это оборудование должно выявлять те скрытые активы противника и поражать их. Но мы видим, что произошло наоборот. Вот. Соответственно, здесь нужно поблагодарить, очевидно, и украинскую разведку, и, вероятно, ее западных союзников, потому что у Запада, к счастью, есть возможности для того, чтобы выявлять подобные системы. И, понятное дело, что это и дроны, которые периодически баражируют возле берегов аннексированного Крыма, ну и, конечно, это спутники. Я хочу напомнить, что накануне, вот именно вчера, то есть буквально за несколько часов до вот этого вот удара по С-400 в небе рядом с аннексированным Крымом были замечены, кажется, два западных дрона. Один из них Байрактар, а второй, кажется, американский Рипер. Вот они работали в этом районе. Вроде как было не очень понятно, а что-то они вдруг там появились. Ну, у всех закрались сомнения, что, вероятно, это связано с той операцией, которая вот-вот должна произойти. И вот она произошла. Так что я не уверен, что вот эти два дрона выявили вот эту самую установку. Впрочем, еще раз говорю, спутников у тех же Соединенных Штатов достаточно, чтобы обнаружить подобные установки. Далее очень интересно было бы знать, а чем все-таки поразили эту установку. У украинцев растет арсенал дальнобойных средств, дальнобойных, высокоточных и эффективных. Это и многочисленные дроны дальнего удара с очень существенной боевой частью. Ну, это, конечно же, и ракеты дальнего действия. Из ракет у украинцев, в общем-то, по крайней мере, из известного. Это Стомшеду. Британский Стомшеду, который, как известно, невозможно перехватить или практически невозможно, поскольку из тех десятков и десятков случаев запуска таких ракет практически ни одна из них не была перехвачена. Перехваты — это, скорее, исключение из правил, скорее, случайность. Скорее, что называется, удача для российских ПВО. А в основном они пропускают удары этих ракет. Поэтому я бы не удивился, если бы стало известно, что эта ракета как раз и поразила бы ПВО С-400. Но, с другой стороны, в данном видео, в общем, незаметно, что прилетала именно ракета. Это не означает, что это не была она, потому что, вероятно, камера просто не выхватила соответствующую ракету. Но, тем не менее, все-таки я склоняюсь, и, похоже, многие военные эксперты склоняются к тому, что это был прилет именно дрона. Понятное дело, что в этом ничего удивительного нет. Украинские дроны летают и бьют по самым разным оккупированным тылам. Уже давно, как я уже сказал, дронов много, выбирая на любой вкус. И, опять же, то, что этот дрон не был поражен ни С-400, ни какой другой установкой, не может вызывать удивление. Дело в том, что вообще украинцы научились делать такие дроны, которые очень трудно не то чтобы поразить, а выявить и элементарно навестись на них. То есть, получается, что многие украинские дроны выполнены из таких легких материалов, что они не отражаются на экранах радаров. И, получается, уничтожить их можно исключительно из пулеметной очереди. Но, поскольку, конечно, россияне не держат какие-то пулеметы возле каждого ценного для них объекта, то вот и получается, что очень часто украинские дроны долетают до своих целей. Ну и давайте теперь посмотрим, что это означает именно с точки зрения военно-технической для России. Ну что ж, С-400, как мы знаем, это та система, которую Россия даже не годами, а десятилетиями преподносила в качестве одного из своих главных технических в военной сфере достижений. Эта установка рекламировалась россиянами всегда как такая, которую просто невозможно ничем перехватить. Это она всех перехватит, это она уничтожит любой вражеский летательный объект на расстоянии до 250 километров или даже до 400 километров. Ну и, опять же, назывался удивительный диапазон только по дальности, но и по высоте от 5 метров до чуть ли не 25. Ну что ж, теперь в очередной раз стало известно, что на самом деле, по всей видимости, все эти данные – это не более чем пропаганда. То есть, конечно, в документах можно написать все что угодно. Но вот когда приходится проверить на практике работу С-400, то как-то не очень заметно, чтобы эта установка работала. То есть, на самом деле, я с трудом вспоминаю хоть один пример, чтобы С-400 поразила какой-то летательный объект даже в ходе вот этих вот 18 месяцев полномасштабного российского вторжения. Я, в общем, не исключаю, что да, какие-то летательные аппараты С-400 перехватывал, но просто в открытых каких-то публикациях нет об этом никаких сведений. В общем, россияне, конечно, может быть, и не будут раскрывать этого, чтобы, опять же, не раскрывать данные о работе этих систем. Но, тем не менее, в принципе, с точки зрения их же пропаганды было бы лучше хотя бы в общем рассказать о том, что подобные успешные работы системы ПВО С-400 были. Потому что украинцы тоже не раскрывают, конечно, местоположение тех же патриотов, но зато они, в общем, активно рассказывают о том, как эти патриоты сбивают так называемые передовые российские ракеты типа «Кинжал». И, как мы видим, патриоты обеспечили стопроцентный воздушный купол над Киевом, доказательством чему как раз и стал тот факт, что Россия перестала атаковать украинскую столицу от слова «совсем». Просто потому, что в этом нет смысла. Зачем растрачивать дорогостоящие снаряды на воздушный купол, который со стопроцентной вероятностью отразит любой удар, даже самый массированный. И это всего лишь пара, в буквальном смысле, пара батарей патриотов. Ну, а вот, как видим, россияне почему-то не спешат рассказывать о том, как С-400 реально показывает себя в делах. А, как выясняется, показывает на себя, похоже, намного хуже, чем ПВО «Патриот». Мы не помним, чтобы, скажем, С-400 перехватывало какие-то скоростные украинские снаряды, те же, например, «Стормшеду», а, в принципе, других у Украины нету, вот если мы говорим именно о ракетах. Но зато мы неоднократно уже видели объективные данные поражения С-400. Раньше встречались нам фотографии пораженных и пусковых установок, и командного пункта. И вот теперь у нас есть первое, на самом деле, видео именно непосредственного уничтожения системы С-400. И вот, соответственно, возникает вопрос, а как же так получилось? Возвращаясь к тому, что мы сказали. На самом деле, все документальные данные работы С-400, как, впрочем, и любых других российских систем, они, мягко говоря, преувеличены по своей значимости. Вот, опять же, взять даже ту же, скажем, минимальную высоту, на которой якобы способна работать С-400. Мы видим, что не способна С-400 работать на низкой высоте, 5, 10, 20, 30 метров, на которых, соответственно, летел вот этот дрон, который поразил С-400, если это был, конечно, дрон. Как мы понимаем, это недоступные параметры работы для С-400. Да и вообще, как мы понимаем, радар С-400 не способен выявлять цели, подобные тем, что используют украинцы, я имею в виду, либо дроны, либо вот эти вот Stormship. Иначе, ну, хотя бы была бы попытка перехватить такой дрон. Кроме того, я не удивлюсь, если украинцы застали врасплох вот эту систему и личный состав. Потому что, опять же, трудно представить, как же так получилось, что на С-400 летит дрон или какой-то снаряд, а экипаж не был уведомлен об этом. То есть, действительно, поражаешься, когда слышишь такое, что уничтожение произошло именно вместе с личным составом. То есть, мы знаем множество подобных видео, когда на ту или иную систему, на танк, на БТР или, скажем, на какой-нибудь ПВО летит условный снаряд, дрон, и вот экипаж разбегается. Это есть и с украинской, и с российской стороны. То есть, непосредственно бойцы, которые заняты работой на соответствующей машине, заранее, заблаговременно видят, что что-то на них летит, и они предпочитают уйти, поскольку понимают, что перехватить уже то, что на них летит, просто невозможно. В данном случае ничего подобного не было. Никаких разбегающихся вот этих вот бойцов мы не видели. Я не исключаю, что, может быть, эта установка была в этот момент без экипажа, но я все-таки доверяю ГУР Украины. Согласно данным которого, соответственно, вот действительно там был поражен и уничтожен экипаж. В любом случае, если экипаж там был, от него ничего не осталось, судя по тому взрыву, который вы все видели. Значит, это вот что касается военно-технической стороны дела. То есть, в данном случае С-400 не смогла справиться с той угрозой, против которой она должна была защитить и себя, и, соответственно, окружающее пространство, окружающие военные активы врага. Но теперь, конечно, стоит поговорить и об имиджевом ударе по С-400. Дело в том, что, как я уже сказал, это далеко не первый случай поражения подобной системы. В последние месяцы появлялись фотографии, которые показывали уничтожение других С-400, ну, разных компонентов, где-то, еще раз, да, командного центра, где-то пусковой установки. Но, вот, еще раз, так ярко это ни разу не было проявлено, потому что впервые удалось зафиксировать взрыв С-400 со стороны, с воздуха, с дронами. Кстати, здесь отдельно спасибо вот тем украинским специалистам, которые сумели заснять вот момент этого удара. Это очень важно. И, кстати говоря, это свидетельствует о том, что у украинцев, очевидно, есть хорошие системы не только ударных дронов, но и дронов, которые способны вести наблюдение и разведку на серьезном удалении от подконтрольных украинцам территорий. Ведь давайте посмотрим, где находится мыс Тарханкут. Вы уже все это видели, но давайте сейчас проговорим это. Порядка 150 километров от подконтрольных украинцам границ. На самом деле понятно, что если где-то и находились операторы вот этого дрона, который наблюдал за ударом по С-400, то находились они точно не непосредственно в Херсоне. На самом деле, конечно, дальше. Дальше просто потому, что это опасно. Никто не будет себя подвергать риску. Ну и запускали, естественно, именно ударный дрон или ракету, опять же, не непосредственно у линии фронта, а дальше. То есть где-то с 200-250 километров, а то и дальше. То есть отсюда следует что? Отсюда следует, что у украинцев действительно есть хорошие разведывательные дроны, способные действовать в радиусе 200-250 километров. И, что очень важно, возвращаться к своим хозяевам, потому что, ну, вряд ли кто-то будет запускать вот такой хороший разведывательный дрон, столь ценный ресурс в одну сторону и не пытаться вернуть его. Соответственно, здесь еще и, как мы понимаем, присутствует очень интересный элемент разведывательных дронов. Вот мы не знаем, чем наверняка ударили по С-400, но мы точно знаем, что вот этот контроль за тем, удалось ли поразить С-400, ввелся именно с воздуха с дронов. Так что, по крайней мере, одно мы знаем точно, у украинцев есть хорошие разведывательные наблюдательные дроны. Я, кстати, не знаю, чего они производят. Может, украинского, а может быть и западного, потому что запад в последние месяцы передал украинцам немало разного рода разведывательных дронов. Дронов, которые, кстати, отнюдь не только являются глазами украинцев, но они являются также и наводчиками самых разных систем. В данном случае этот дрон, очевидно, навел другой дрон или, вероятно, помог навести ракету на соответствующую позицию. Ну и, конечно, продолжая разговор об имиджевом ударе по российской системе, получается, что буквально в смысле дрон, который стоит полцента, уничтожил систему, которая по стоимости оценивается, по крайней мере, на международном рынке, как минимум на 200-300 миллионов долларов. Вот спрашиваются, а кто-нибудь захочет после всех этих случаев атаки по С-400 купить С-400? Во всяком случае, готов ли будет заплатить ту же цену, которую хотели бы устанавливать российские экспортеры оружия? Вот американский Патриот, да, хотят купить, потому что, как выяснилось, он способен противостоять любым, даже самым, так называемым, современным угрозам. И, причем, даже в случае массированной атаки это было подтверждено вот только что. Не зря сейчас вот Польша на 15 миллиардов долларов решила закупить еще несколько батарей ПВО Патриот к тем, что у поляков уже есть. Я уверен, такие заказы будут продолжаться в отношении Патриотов. Мы в ближайшие десятилетия увидим самый настоящий поход Патриотов по всему миру. И наращивание производства, соответственно, вот этих средств ПВО. А что с С-400? Вот, например, турецкий президент Реджеб Эрдоган в свое время купил эти С-400. И из-за этого поссорился со Соединенными Штатами, и из-за этого его вместе, собственно, со всей Турцией выгнали из программы Ф-35, действительно, пожалуй, самого важного достижения американской оборонки за последние десятилетия. А вот что Эрдоган получил? Он получил систему, которая, как мы видим, отнюдь не так эффективна, как ее расписывали россияне. Которая даже непонятно вообще, способна ли по-настоящему работать. Работать не по учебным целям, которые Россия специально запускает так, чтобы их удобно было поразить, а вот в реальной боевой среде. Вот Патриот показывает, да, он готов. А что может делать С-400? Таким образом, совокупность вот всех этих вот факторов, которые перечислил, показывает, что Россия терпит не только военно-техническое, но и имиджевое поражение раз за разом на фронте. А Украина, наоборот, демонстрирует, что не имея, на самом деле, и десятой части того дальнего потенциала, который есть у России, тем не менее, бьет Россию хвост и в грив. Потому что действительно, ну, даже если вспомнить о Стормшеду, то разве это действительно много? Нет, конечно. Стормшеду, который есть у украинцев, я думаю, исчисляется несколькими десятками единиц. И тем не менее, мы видим, что раз за разом Украина продолжает бить по дальним тылам, даже поражает вот такие вот важные военные активы, как вот, например, С-400, есть разные склады с боеприпасами, военные казармы, ну и так далее. А вот Россия, у которой вроде бы есть огромное количество, скажем, вот тех же ракет, которые производят все еще, благодаря обходу санкций, до 80 ракет в месяц, не способна поразить, например, те же ПВО Петро. Да и вообще нет практически ни одного случая, чтобы Россия в последний год, по крайней мере, в последний месяц поразила бы именно вот те системы ПВО, которые поставил Украине Запад, и именно вот в дальних украинских тылах. А вот Украина, мы видим, способна поразить подобные, как бы передовые российские системы в дальних тылах, что называется, России. Хотя, конечно, еще раз подчеркиваю, Крым — это не Россия, это оккупирован остров. Но мы говорим именно о расстоянии. В результате, конечно, учитывая, что С-400 у России на пересчет, мы можем предположить, что враг сейчас лишился действительно очень важной ПВО защиты в Крыму, и его возможности защищать стратегические активы на Крымском полуострове сокращаются. Не только, кстати, в Крыму, но и, например, опять же, в Черном море. Поэтому я не исключаю, что в ближайшие дни мы можем увидеть и новые подобные удары. Впрочем, они продолжаются. Продолжаются удары по тем же мостам в Геническе, в Чангаре. Мы видим, что продолжаются удары по, скажем, каким-то военным казармам и складам с боеприпасами врага в Крыму, где-то в центре его. В общем, каждый день что-то летит на Крым. И Россия уже давно, конечно, перестала чувствовать себя в безопасности на территории Крымского полуострова, который стал вместо символа победы символом поражения России. Ну и это лишний раз, конечно, показывает всему миру, чего стоят все эти российские басни про российское супероружие. Украина опровергла очередной миф, и это только начало. И это, кстати говоря, полностью соответствует тому, что на днях обещал глава украинской военно-разведки Кирилл Буданов. В Украине к нему разные отношения, но вот в чем его точно нельзя упрекнуть, так это в том, что его обещания более-менее обычно исполняются. И вот одно из его обещаний звучало так, что в ближайшие дни в Крыму будет сюрприз. Ну и я не уверен, что это именно тот сюрприз, который действительно он анонсировал. Если вспомнить, что вот тут вот в сети появились фотографии и даже, кажется, видеозаписи подводного дрона Украины. А я предупреждал, что у Украины будут не только надводные, но и подводные дроны. Но вполне допускаю, что вот то, что произошло с С-400, это часть анонсированного Будановым сюрприза. И, конечно, самое главное, что все это показывает, что украинцы будут освобождать Крым. Что Крым является одной из стратегических целей Украины. И что у Украины есть реальные возможности для нейтрализации военных, стратегических активов врага в Крыму. Чем больше активов врага в Крыму будет уничтожено украинцами, тем легче им будет провести контрнаступление, которое состоится не в этом году, конечно, может быть даже не в следующем. Но через пару лет, когда Крым будет достаточно обескровлен, вполне вероятно, украинцы уже теперь с F-16 смогут вполне проредить ряды противников Крыму. И в конечном итоге освободить вот этот полуостров, который кажется только на первый взгляд неприступным. Но, как мы видим, это только первое впечатление. И украинцы показывают, что оно обманчивое. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Я напоминаю, что мы ведем сейчас седьмой по счету сборной медицинский эвакуатор для специального украинского подразделения ГРОМ, которое работает на передовой в Бахмуте. Медицинский эвакуатор будет спасать жизнераненных украинских бойцов. Если вы хотите поддержать украинцев, а именно подразделение ГРОМ, вы можете сделать это, перечислив средства через ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. А именно PayPal, банковский счет и европейская банковская карта. К настоящему моменту мы собрали более 21 тысячи евро. Ну а с учетом того, что есть у фонда Швейсов скорее в запасе, у нас сейчас более 24 тысячи евро. Ну и половину этой суммы нам помог собрать человек, который предпочел остаться неизвестным, и который сказал, что лучше всего будет назвать его бывшим харьковчанином, который сочувствует Украине. Ну и напоследок я хочу напомнить о том, что есть такой очень добрый, хороший человек, помогающий Украине, его зовут Игорь Юстми, и у него есть свой интернет-магазин, я даю ссылку на него. Этот интернет-магазин торгуют символикой, которая связана с Украиной. И вот каждый сувенир, который вы приобретаете в этом магазине, это поддержка Украине, потому что деньги, которые выручаются владельцам этого магазина, идут как раз-таки в рамках нашего сбора на поддержку тех или иных групп, в зависимости от того, кому именно мы сейчас собираем средства. В данном случае они пойдут на подразделение Грома, конкретно на медицинский эвакуатор. Поэтому, если вас это заинтересовало, заходите вот в этот магазин по ссылке, который я даю в описании к этому видео, там вы можете приобрести любой сувенир с украинской символикой. И знайте, что ваши средства пойдут на вот те счета, которые я указываю там, ну и, соответственно, которые пойдут на помощь украинцам, в данном случае подразделению Гром. Спасибо всем, кто помогает, ваша помощь спасает жизни, друзья. До скорого! Продолжение следует...